ТОЧКА НЬЮЗ В Голливуде заговорили о разладе в семье Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Эта пара сейчас переживает зуд седьмого года и, по слухам, балансирует на грани развода. Теру даже не поддержал жену на церемонии вручения премии «Золотой глобус». А ведь именно там должна была произойти встреча века с Анжелиной Джоли. Зная, как пристально мировая общественность будет следить за каждым взглядом актрисы, ее муж не оказал ей поддержки в нужный момент. Слухи о разводе подогрела и новость о знакомстве Джен с детьми Брэда Питера. По словам звезд, это произошло совершенно случайно. Именно в тот момент, когда Энистон приехала домой к бывшему мужу вернуть книгу. Еще одна возможная причина проблем в любовной истории Энистон и Теру – междугородний брак. Актер из-за работы переехал в Нью-Йорк, и близкие друзья семьи рассказывают, что Джастин так занят, что очень редко звонит домой. Говорят, при этом сама Джен не хочет и думать о разводе, а, видимо, хочет и дальше наведываться в библиотеку Брэда Питера. Точка. Ньюс. Его никто никогда не видел, о нем ничего не известно, но у него миллионы поклонников. Речь о короле стрит-арта уличном художнике Бэнкси. Всемирная слава не мешала ему долгие годы скрывать свое лицо, но, похоже, на этот раз парень все-таки попался. Граффити Бэнкси на злободневные темы стали предметом культа для фанатов по всему миру, но часто вызывают возмущение борцов за чистоту. Несколько дней назад его новое граффити на мосту с мальчиком, державшим меч, замазали вандалы, но жители британского города Халл успешно отмыли белую краску. Как они узнали, что автор точно Бэнкси? Своей работой художник выкладывает в Инстаграм. Вскоре после этого инцидента очевидец Ричард Тилсон заметил припаркованный фургон возле моста ранним утром. В нем сидел мужчина в бейсболке и очках, который фотографировал граффити. Сначала я думал, что двое из фургона ищут металлолом, но они только делали вид. Мужчина в кепке снял граффити на камеру, но мне показалось, что это был сам Бэнкси, потому что в его профиле сразу же после этого появилось фото с отмытым рисунком, рассказал Тилсон. Через несколько часов мужчина увидел новое граффити в том же самом месте, откуда уехал автомобиль с предполагаемым художником. Даже если это все-таки был реальный Бэнкси, то единственное, что мы узнали об этом парне, очки и бейсболка на нем смотрятся отлично. Если при словах «Дом мой достроен», но я в нем один, у вас в ушах не включается сирена, то вы явно очень молоды и не помните песен Витаса. Мы думали, что звезда певца зашла за горизонт и больше от его невероятных вокальных данных не пострадает ни одна барабанная перепонка. Но нет, не пересохли еще жабры. Видимо, мода на нулевые принесла на своих волнах воспоминания о песне «Седьмой элемент». И теперь люди со всех уголков планеты пытаются спародировать Витаса, и это правда смешно. Не думал, что когда-нибудь скажу это, но кажется, Витас словил хайп. Правда, его последователям нужно быть аккуратнее, потому что подобным звуком можно привлечь певца обратно на сцену. Смерть американского актера и музыканта Марка Салинга, известного по культовому американскому сериалу «Хор», прозвали «Роковой». Ведь с каждым годом эта телеэпопея обрастает все большим количеством трагедий, что, тем не менее, делает его только популярнее. 31 января в Лос-Анджелесе было обнаружено тело Марка Салинга, который играл одну из главных ролей в сериале «Хор». Ему было 35 лет, и, как установило следствие, он покончил с собой. На это у Марка, видимо, была причина. Два года назад его арестовали за хранение детской порнографии, а в марте этого года ему должны были вынести окончательный приговор. Парень догадывался, что ему грозит 20 лет тюрьмы, и, как полагает близкое окружение актера, решил, что лучше отправиться на тот свет, чем сидеть за решеткой на этом. Самое жуткое, что смерть Салинга уже третья по счету в истории сериала. В 2013-м также покончил с собой коллега Салинга Кори Монтейн. Звезде был всего 31 год. А ровно через год пострадала и другая актриса Хора. Сама она жива-здорова, но вот ее парня нашли мертвым в гостинице. Скептики, конечно, скажут, что все эти трагедии просто случайность. Но пока братья Сафронова не устроят там проверку, мы в это не поверим. В прошлом летном везучая часть жителей Санкт-Петербурга могла наблюдать на улицах города жизнь 60-х и Сергея Довлатова. А уже в начале марта все это покажут на большом экране. В прокат выходит фильм «Довлатов» о легендарном советском писателе и журналисте Сергея Довлатове. Автобиография, рассказывающая о последней неделе жизни писателя в Петербурге перед отъездом за границу, обещает быть очень интересной. В создании фильма активно участвовали родственники Довлатова. Поэтому любителям фраз «а ведь на самом деле было по-другому» придется помолчать. Главная роль досталась сербскому актеру Милану Маричу. Хоть этому парню и понадобился переводчик, но мы уверены, что в звездной компании Данилы Козловского, Светланы Ходченковой и Елены Лядовой ему было очень хорошо. Меня зовут Сергей Довлатов. 60-е закончились. С ихотипелью, стремлением к идеалу, относительной свободой. Я редактор послал. Ну вот молодец. Меня и моих друзей-писателей не печатают ни в одном издательстве. Во всяком случае, не печатают то, что написано искренне и всерьез. А если в СССР тебя не публикуют, и ты не член Союза советских писателей, то тебя не существует. Тебя нет. Ну вот и все. Вы узнали все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Тогда смотрите нас каждый день и следите за нами в социальных сетях. С вами был я, Константин Тарасюк. Пока. Субтитры предоставил DimaTorzok Находятся в ваших руках. Жара наносит хедлайк. Только самые острые моменты из жизни селебрити. Ставки сделаны. Еженедельно включаем самую скандальную программу хедлайкер. Насладимся жарой. Разогрей холода. Вместе с жарой. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok